Друзья, всем привет! У нас весенне-летний обзор, продолжается наших продукций консервированных Представлено у нас сегодня несколько магазинов буквально тут Дикси Фикс Прайс, все позиции достаточно дешевые до 100-150 рублей но сейчас такая тушеночка точно подорожала потому что мы как бы это все собираем не сразу покупаем, продукция страшная как бы я сразу вот уже расстроился сегодня что придется мне это пробовать хотя были видео такие, что было и вкусно приступим, будем попробовать вот что у нас тут есть с этого края, это верная компания тут свинина куски большие прям вообще тут все стандартно у нас срок годности 3 года ну как бы вес за 300 высший сорт, ленинградская область говорит луга, все как бы интересно состав свинина, лук без ГМО будем пробовать как бы лаврушечка есть жир такой прям много жира достаточно и такой свиной он густой на запах отлично на вкус опять скажу, что не соленая опять пишите комментарии но действительно не соленая тушенка как бы на вид вообще визуально очень очень хорошая кусочек лаврового листа прекрасный вариант вообще тушенки если видите, берите но она сейчас подорожала была 1,9 еще рублей, наверное, 200 стоит не меньше хороший вариант тушенки берите смело только вот не соленая значит она долго не хранится как бы вот такой вариант дальше у нас наша местная скопинская или скопинская свинина тут она какая-то бульончик жидковатый жира вообще минимум даже я внутри смотрел вот такой есть жир, но присутствует такой ну неразваренный жир но при этом мясо розовое как бы приятное запах вроде тоже ничего на вкус попробую ну на вкус ну очень естественно но он соленый чувствуется очень соли много и такая как вата вы едите как вата ну свинина есть такая но такой кусочек попался но вид вообще шикарный, сексуальный розовенькая такая свининка волокнистая как бы очень вот прям видно что это мясо натуральное не, не, приятное да, но она вот соленовато ну и жира мало кто жалуется очень где тушенки не нравятся и жира мало здесь действительно мало жира и мне не нравится бульон он не желейный такой хотя как бы везде это все хранилось одинаково а водичка какая-то налит как будто ну такое среднее тут еще где-то у нас есть гавейна скопинская тоже скопинская попробуем вот здесь мне вообще не нравится какие-то вот вкрапления прям жил ну в принципе это нормально для тушенки опять же тут мало жира кому нравится но бульон тут посимпатичнее он более желейный такой вот мяса есть присутствует много на вкус приятный на соль такая же солененькая мясо хорошее лучше чем у свинины такое ватное пахнет говядиной вкус говядины ощущаешь как бы вот эта тушенка неплохая в плане скопинской у нас какой-то был обзор там попалась вообще не очень вкусная даже кошки там не особо к ней приступили к поеданию так что вот эта на вкус очень даже симпатичная намного лучше но цена тоже вот она стоит не очень дорого так дальше вот мы продолжим у нас вот такой есть вариант тушенки здесь необычный снежок такой сверху прям такой не настоящий жир хотя в принципе настоящий кто свиной жир топил тот знает он приобретает такой вид вот потом и запах когда долго лежит неприятный здесь запах приятный мясо есть объем большой на вкус в принципе нормально отличается по вкусу вот скопинской свинины более структурированная такая не такая волокнистая не ватная совсем другая и тут прям желейный бульон такой очень симпатичный менее соленая ну вот жирок вот этот мне не очень симпатично нравится ну наверное так и надо он потает весь банка большая в принципе достаточно съедобная можно с гречечкой на природе точно замутить такую вещь неплохой вариант я как бы визуально не очень как бы это вот это все было сверху но на вкус и вот что бульон и там есть мясо достаточно много в этой банке и бульона много так что с гречечкой с перловочкой точно зайдет на природе достаточно хороший вариант вот это дело вообще такое теперь раз вижу тоже мясо есть жирок есть свинина тушеная все стандартно здесь тоже как бы я не говорил до этого тут скопин город был а здесь смоленская область город Вязьмы ну мясо есть отличное оно не такое вот розовое сильно вот мясо отличается по цвету ну видимо кусочки разные там части тушки жир есть присутствует мясо хорошее волокнистое запах приятный вот это запах наверное самый интересный все по госту типа не соленое ну вот тут даже ушко мне кажется попалось какой-то кусочек похоже жилка какая-то вот жир такой хороший достаточно интересная вещь мясо не было отличное мясо хорошая тушенка с такую цену кто ходит в магазин дикси или фикс прайс увидит Иван мясоедов берите может быть порода свиньи как отличается но прикольно я бы тоже взял природу хорошая вещь увидите берите неплохая тушенка по своей цене точно неплохая и вот такая тушенка здесь охотный ряд свиная и что удивило меня я вот прочитал тут написано что пять лет хранится я вот первый раз вижу на тушенке срок годности не более пяти лет после вскрытия после вскрытия потребительской погонки консервно хранить в холодильнике да понятно удивило меня город Москва опять же ну охотный ряд куда без Москвы да прям ну как вот надпись кто был в Москве знает охотный ряд тут присутствует достаточно много жира почти нету бульона ну есть но так свинина на вид очень интересная красивая очень выглядит на вкус попробую как бы сказать ничего плохого не могу интересно такая она солененькая меру такое вот даже после вкус есть чуть-чуть сальца похоже тут что написано что это ручной труд все дела там купли купец благогуш какой-то благушина купца благушина ограниченный выпуск 100 рублей вот она стоит по акции да сейчас тем более дороже тем более если ограниченный вид его нигде не найдете но тут очень много мяса постный жир хороший красивый интересная банка пять лет тем более хранится с таким количеством мало соли это как-то наверное прикольно они придумали такой видок хорошая тушенка свинина как бы я отношусь вот намного красивее выглядит чем вот скопинская вот этот бульончик не очень вкусный а вот именно тушенка вот что видно что это тушеночка в жирку вот это намного интереснее у нее вкус а вот смотрите тут консервы свиные свинины рубленые мясные свинины и субпродукты тут совместные вот пошло уже за это мы вываливали смотрели что там скажу честно вот тут же жир сразу вот этот блинчик такой интересный присутствует на запах ну такой себе бульон вообще не красивый мутный какой-то потому что продукты варились и состав видно что тут как бы и жир и мясо такое темное есть мясо прям розовое я думаю это там кости какие-то выми уже пошло уши и все подряд вот нашел кусочек мяса вообще не чрезвычайно так вот красненькая попробую запах вообще прям неприятный ну нет вообще не свет прям не соленая и прям кажется что это какой-то вот сыроватый что так что не очень не советую брать мне не понравилось мпк потанина да одна фамилия что говорит городской области понятно мне не понравилась вообще тема эта не вкусная не берите безвкусица какая-то вот это пошло да вообще отратная штука так что дальше продолжим к отратной штуке так и тоже большие количество субпродуктов оно вот рублей 55 стоило когда мы покупали здесь опять же такой бульон мутноватый но мясо достаточно вот эти суппродукты они плотные но вот это срок годности кстати небольшой всего лишь два года сутки хранения после вскрытия куча всяких разных добавок говядина 525 грамм большая граммовка напомню суппродукты ну тут видно прям вот копыта уши какие-то тут лежат тверденькая прям пробовать не буду точно это мне не интересно много перца на разобилие это все опять несъедобная штука какая-то попалась опять не соленая но перец чувствуется много перца вид ужасный я такой вот после после вот этого попро что я попробовал ранее это вообще выглядит несъедобно какие-то жилки попадаются ну кто любит там суппродукты такие то пожалуйста как бы кушайте на здоровье я нет в сторону откладываю это вообще несъедобная штука суппродукты не мое как бы обязательно читайте смотрите что написано в упаковке если есть суппродукты и как вы к нему относитесь вы и покупаете если вы любите покупаете это потом не удивляйтесь вот такая говядина гост типа есть все есть тут город курган мясокомбинат курган у нас курган встречался на обзоре мясокомбинат стандарт кургану привет здесь говядина вот но тут очень прям вообще была тема то что вот скрывали вот этот блин вообще кучу вот это жир и вот эта вода бульон хотя тут есть желешечки ну может потаяло но он такой прям ну на запах при этом нормально пахнет но бульон очень некрасивый как будто недоваренный бульон вот делают когда только закипел и все все я не сторонник этого но мясо есть присутствует балакнистое именно такое какое требуется не несъедобно ну как я вот взял кусочек вот я скопинское чувствую с говядиной вкус а здесь не чувствуют вкус говядины ну такое себе есть как заувалированным где-то он попадается ну я бы не советовал покупать штуку еще одну очередную не очень мне на вид она ну как бы выглядит я бы не стал есть ее даже если открыл бы я бы лучше ее лисичке отдал какой-нибудь на природе город курган опять не очень порадовал говядина такая неброская по внешнему виду упаковка тоже отставим не очень вкусная и у нас остается вот такая одна позиция достаточно знаменитая фирма барс Калининградская область тоже говядина по весовым категориям все то же самое ну в плане вот 300 с чем-то тут и три года хранения здесь было сутки после вскрытия будем пробовать что у нас на вкус вид в принципе достаточно приятный жирок присутствует достаточно много мяса бульон тоже симпатичный желейный такой куча жилок сразу видно куча жилок мясо есть но немного присутствует оно такое прям киш-миш так сказать ну похоже вот на скопинскую по внешнему виду вот здесь сразу чувствуется вкус говядины описано говядина она не очень вкусная честно прям выражается вкус говядины здесь хоть есть говядина да что понятно но на вкус не очень какая-то она кисловатая но вид в принципе замечательный на скопинской это повкуснее такую я тоже что-то не советовал вам брать хотя барс вроде хорошая фирма но попалась такая не очень интересная баночка тушенки в принципе обзор такой интересный достаточно потому что дешевая цена в пределах 150 сейчас рублей может быть уже еще дороже сейчас цены растут у нас ну вот но все это было куплено до 100 рублей может быть чуть дороже обзор приятный достаточно оказался как бы но вот эти вот вещи некоторые это невкусно природа все сглаживает протекает наша река танаи знаменитая просто ранее это дон вот кто не знает такой сегодня был обзор мы продолжим обязательно для вас снимать разные обзоры тушенок будем собирать разные вариации обязательно подписывайтесь на канале кто первый раз кому видео понравилось все подписчики кто часто смотрит нас спасибо вам огромное нам очень приятно был с вами Димас оператор Антон увидите в нашем канале всем приятного аппетита